На звездку Коснатин Боровой, российский оппозиционер, бизнесмен. Костей Натанович, приветствуем вас в эфире телеканала Киев. Вот это впервые такое. Да, здравствуйте. Да, вас слышно, но вас не видно. У нас просто черный квадрат Малевича. О, вот уже видно. Вот происходит. Все, сейчас все окей, давайте ничего не трогать. Вот, пускай вот это видео и с нами остается. Костей Натанович, хотел бы с вами поговорить о 100 днях вот этой полномасштабной войны, хотя у нас она длится уже с 2014 года. Вот для России, для россиян, вот чем они обернулись, каковы последствия для самого режима, да, и для самой страны? Ну, мне кажется, что это переход в такое болезненное состояние, общество неадекватное, когда общество и власть нереально оценивают ситуацию, о такой виртуальный мир. Понимаете, в России был один неадекватный человек, это руководитель Путин, а теперь, благодаря вот этой информационной пропагандистской кампании и благодаря действиям уже военным, эта неадекватность, она стала такой всеобщей. Вот это печально, потому что это означает, что страна не выживает, не может сохраниться. Это значит, что неизбежны дезинтеграции, уничтожение фактически государства. Так же, как это было в Советском Союзе, когда, вы помните, много авантюрных проектов осуществлялось и попытка подавить свободолюбивое настроение в Грузии, в Литве, в Украине. — Константин Натанович, ну, а смотрите, как будет происходить вот эти дезинтеграционные процессы? То есть, с чего начнется, да, вот эта история распада, давайте так это назовем? — Ну, уже началось, уже началось. — Началось? А какие признаки тогда? — Регионы не выживают, понимаете, не выживает центр, не выживает страна целиком, не выживают регионы, они уже думают о независимости, о самостоятельности. Так же, как и в 90-е, в конце 80-х годов, в начале 90-х, многие начали говорить о хозрасчете, об экономической независимости, о Балте говорили, другие республики. Вот. Ну, вот уже регионы не выживают и уже хотят самостоятельности. Я думаю, через некоторое время, когда режим ослабнет, ну, это станет проявляться более активно, вот эта неспособность регионов выживать. — Константин Анатольевич, не могу обойти тему вот такого физического состояния главы вот этого кремлевского режима, речи Владимира Путина. И вот в последнее время очень много разных сообщений, инсайдов, там, да, ссылаясь на данные разведки. Западные СМИ пишут, что там и онкология, там проблемы и так далее, и так далее, и так далее. И говорят о том, к примеру, вот Ньюсвик, да, из последнего, пишет в этой статье, что вот жестокая борьба внутри Кремля, да, вот никогда не была более интенсивной вот во время правления Путина. Вы согласны с этим утверждением? — Ну, понимаете, там все сложнее. — Еще сложнее. — На самом деле, да, режим так устроен, что борясь между собой, вот это окружение Путина, они очень сильно зависят от выжимаемости самого Путина. Это больше похоже, знаете, на последние годы Сталина, когда он, с одной стороны, боролся со своим окружением, репрессировал его, а с другой стороны, они все зависели от него, и их выживаемость зависела от выживаемости Сталина. Вот. Здесь то же самое, такая же ситуация, к сожалению. И очень много случайных составляющих. То есть борьба идет, борьба очень серьезная за влияние на Путина, за будущие, так сказать, преференции, что ли. Вот. Но, с другой стороны, это еще и приближение конца режима, конечно. — А что мы видим по итогу, Константин Натальевич? Это будет как вот, например, Хрущев на смену Сталина, и вот кто-то будет на смену Путина? Будут развенчивать миф, да, вот будут бороться с последствиями, будут каяться, будут говорить о том, что вот, 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 вот это было ошибкой, это было неправильно, а вообще все эти годы это была ужасная страница истории Российской Федерации. Вот это мы увидим, или это будет как-то по-другому? — Ну, понимаете, все предсказать точно никто не сможет. — Ну, давайте обозначим возможные варианты развития. — Ну, во-первых, режим сам пытается выжить и пытается имитировать реформацию внутреннюю. Вот один из сценариев, который явно готовится, это передача власти Патрушу по типу, знаете, того, что произошло в Казахстане. — Такаев на смену Назарбаеву. — Вот. Это не решение проблемы, конечно. В любом случае, на следующем этапе будет происходить более серьезный, так сказать, переход власти. Так же, как после Сталина. Сначала преемники, сначала вообще Лаврентий Берия пытался сконцентрировать, самый сильный. — Но он же был близок, близок был. — Да. И окружение Сталина тут же, так сказать, его уничтожило. Потом были различные группы, там, с Маленковым, там, одна группа, вторая. И потом Хрущев пришел к власти, и через 5-6 лет и Хрущева отстранили от власти. То есть все сторонники были смещены в течение нескольких лет, и к власти пришла следующая номенклатура. — Я очень надеюсь, что какие-то возможности для возвращения в Россию демократии существуют. Тем более, что, по всей видимости, все-таки это будет уже не одно государство, а так же, как это произошло с Советским Союзом, несколько государств. Кстати говоря, тогда же, после смерти Сталина, начался процесс, только начался процесс дезинтеграции вот этого Варшавского блока. То есть начались процессы в Венгрии, в Германии, в Чехословакии, там, ну и так далее. Вот. Мы сегодня присутствуем вот при отчаянной попытке России, как вот этого осколка большого Советского Союза, остановить процесс дезинтеграции, продолжающейся дезинтеграции Советского Союза. Он продолжается, он не может остановиться, пока не закончится. Империи не выживают в современном виде. Вот мы с вами наблюдаем дезинтеграцию одной из империй Советского Союза, которая началась 30 лет назад и еще не закончилась. Константин Натальевич, а позиция, давайте так, ой, запада, да, вот позиция запада по поводу будущего Российской Федерации. Вот какова она? Понятно, что она неоднозначна, да, к примеру, там, Синденные Штаты Америки или Великобритании, они выступают там более жестко. Да, страны старой Европы, они более такие покладистые, что ли, да, в оценках и в позициях. Вот как вы считаете, вот какая Россия, да, вот, не то чтобы выгодна, а какой Запад видит Россию там в будущем, да, по итогам, как мы понимаем, вот победы Украины в этой войне? Вы знаете, мне Андрей Владимирович Козырев рассказывал, что Запад, когда после Беловежского освещения он связывался с Вашингтоном, американцы очень плохо восприняли эту информацию о дезинтеграции Советского Союза. Это же огромное количество проблем, это несколько новых ядерных государств совершенно непонятно, управляемых как, вот, и, там, Украина, Беларусь, Казахстан, Россия. То же самое сегодня. Запад очень боится переходного процесса. Для него стабильность, дурная стабильность, значительно приятнее и надежнее, чем любой переходный процесс. Никто не заинтересован на Западе в восстановлении демократии в России. Если граждане хотят авторитарный режим, значит, так должно быть. Да. Вот, и, а переходной процесс очень опасен. Ну, представьте себе, это же ядерное оружие, сейчас возникнут какие-то бандитские анклавы, их уже много очень, там, в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Это настоящие, там, на востоке Украины, настоящие бандитские анклавы. И вот теперь этих анклавов будет, там, десятки на территории России. И совершенно непонятно, что с ними делать. Западу это не нравится. Именно поэтому мы часто слышим, ну, это одна из причин, конечно. Другая причина – это лоббистская деятельность Путина, очень активная, с лидерами западных государств. Но другая причина – это опасение того, что начинается, начнется переходной процесс, опасный для всего остального мира. Да, тут есть о чем говорить в дальнейшем. Константин Натальевич, спасибо вам большое за то, что присоединились к эфиру телеканала «Киев». Ждем еще в эфире. Константин Боровый, российский опозиционер, бизнесмен, был с нами на связку.